Привет, вы на теннисном канале Шанс Подняться, и теперь Лондон итоговый турнир, полуфинал номер 2, самый интересный матч для российского болельщика уж точно, это Данил Медведев, Рафаэль Надаль, про него мы здесь сегодня и говорим. Итак, повод для гордости у российского болельщика, по крайней мере, это то, что букмекеры выставляют Даню Медведева фаворитом в этом матче за коэффициент 1,8. Трижды встречались эти теннисисты между собой, последний раз в прошлом году на таком же итоговом турнире, и Даня знаменитый матч для себя провел, 5-1 в решающем сете, матч и бол, счет 40-30, и упустил победу, проиграв в итоге на тайбрейке. Ни одного матча в прошлом году в группе Даня не выиграл, в этом году показывает себя максимально уверенным фаворитом, обыграл уже Новака Джоковича, Сашу Зверева, Диего Шварцмана, даже тот матч, который ничего не решал. То есть по Дане на самом деле никаких вопросов нет, с ним все понятно, он идет фаворитом в каждом матче, стабильнее, увереннее, быстрее, комфортно себя чувствует на своей подаче, комфортно себя чувствует на приеме, эйса особо не пропускает, двигается легко и ровно. Новак Джокович отмечает, что Даня играет в очень умный теннис, хоть и вроде бы как Новак с ним в матче чувствовал себя не очень хорошо, но на самом деле фишка в том, что чувствовал он себя не очень хорошо именно в психологическом плане, потому что не был уверен в том, как в принципе играть против Дани Медведева, какой план использовать, как победить. Поэтому, надо сказать, что Даня Медведев, помимо того, что он победил в Париже неделю назад, это Мастерс, находится в отличной форме, продолжает опять же серию побед. Что касается, то есть по Дане, опять же, все понятно, уверенный выход из группы и пиковая форма. По поводу Рафаэля Надаля, сначала он выиграл Андрея Рублева очень уверенно, по той причине, что и Рублев сам себе проиграл, прежде всего в психологическом плане, потому что, ну, возможно, он даже не ожидал, что он в этом году сможет отобраться на итоговый турнир и как-то вот оказался не готов биться с лучшими, просто показывать свой теннис, свою игру. Как итог, 2-0 Рафа Надаль и проход, соответственно, к следующему матчу, ну, не гарантия выхода из группы. Следующий матч у Рафы Надаля, что интересно, да, с Домиником Тимом, букмекеры выставили Рафу Надаля здесь фаворитом в матче с Тимом в зале на быстром харде, где некомфортно Рафе Надалю и никогда комфортно не было. Я еще раз повторю, я этому сильно удивлен, не понял я, почему так сложилось. В итоге Тим, хоть и в такой непонятной борьбе, в первом сете на тайбрейке проигрывал, в итоге он вымучил победу 7-6-7-6, и некоторые люди называют это матчем года. Поэтому Рафа Надаль проиграл, ну, в сумасшедшей борьбе, многие отмечают, что он в отличной форме, чувствует себя здесь пока что очень хорошо, но и Тим показал великолепный теннис. Итак, 1-1, и у Рафы возникает вопрос, а выйдет ли он из группы, и решаться это будет в матче со Стефаносом Цицепасом, который также с Домиником Тимом сыграл 3 мощных сета и показал, что в принципе нормально, в отличной форме он находится, готов биться. Большие сомнения также у меня лично возникали по поводу, сможет ли Рафа одолеть Стефанос от Цицепаса. И также Рафа шел фаворитом за коэффициенты 1.38 или 1.42, ну, что-то такой серьезный фаворит, в общем. И три сета, тяжелая борьба, Рафа Надаль все-таки вымучил, добил Цицепаса, именно, скажем так, в физическом плане, в плане кондиции, развалил игру Грека в третьем сете. Но, тем не менее, понадобилось Рафе три сета для того, чтобы выбраться таки из группы. Итак, это говорит о том, что чуть менее уверенно смотрится Рафа в общем и целом на этом покрытии. Но с точки зрения мотивации у него она запредельная. Не такая, как у Дани Медведева, ну, это визуально так кажется. Конечно, теннисисты психологически выглядят, в принципе, внешне по-разному, они могут переживать очень сильно, на лице ничего этого не считается, мячи могут лететь куда попало, и игрок вроде бы делает вид, что ему, в общем-то, доплевать, что происходит. На самом деле, он очень сильно переживает внутри себя. Но по Медведеву надо сказать, что все-таки он и в интервью говорит, что ребята, прошу меня понять и простить, как бы я ни выступал, все-таки я играю не для вас, а для себя. Это такая важная психология, важная позиция, которая отражает некоторые отношения к игре. И я вот считаю, что именно отношения на далее, он никогда так не говорил, он всегда говорил, я играю на победу, я стараюсь победить в каждом матче, в котором принимаю участие. И, опять же, прошлого года матч, когда Рафа проигрывал 5-1, был, опять же, показательно отражал характер на далее и отношение к игре в каждом матче. Проигрывает 0-4, делает вид, что счет 1-1, все в порядке, максимально сконцентрирован. То есть, никак не опускает руки ни в каком для себя матче, даже в практически абсолютно точно. Для любого другого игрока это проигранный матч. Поэтому, я считаю, что запредельная мотивация Рафа на далее позволит ему выиграть хотя бы в одном сете в этом матче. Ну, а в общем и целом, конечно, я желаю Дане Медведеву победы. И выглядит он прекрасно, скорее всего, победит по эйсам. Ну, там коэффициент абсолютно неинтересный, но у Дани есть для этого все. А Рафа все-таки подает, по большей части, крученые подачи. Прибавил Рафа во всем, выглядит достаточно сильно. И, возможно, он сыграет в финале с Новиком Джоковичем или с Домиником Тимом. Но, конечно, еще раз, я желаю победы Данилу Медведеву. Надеюсь, что в этом матче будет тотал больше по линии вашего букмекера и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного матча. Что здесь можно поставить, кто здесь победит. Может быть, я что-то не заметил, не договорил. Поправьте меня и мы с вами увидимся. В закрепленном комментарии можете получить бонус от букмекера до 9100 рублей. И играйте вообще не на свои деньги, но это, по-моему, самое прикольное. Лайк. Пока.